Нечего, 100% предвыборное. Путин делает ставку, соответственно, на конкретных пацанов. Но во всей этой истории меня, на самом деле, гораздо больше позабавили наши байкеры. Значит, я был знаком со всеми этими байкерами, в том числе и с Сашей-хирургом, который там светился на всех камерах. В принципе, когда-то, в середине 80-х годов, они были нормальными ребятами. Ездили, правда, не на Харлеях, а на мотоциклах типа Ява и Иж. Вот сейчас они все занимаются бизнесом каким-то своим. И проблема в том, что байкеры всегда во всех странах. И Хайлз-Анджелс в Америке, и так называемые раггеры в Скандинавии, и рокеры в Англии и так далее. Они всегда были антигосударственной, очень вольнолюбивой анархистской силой. Наши байкеры, наоборот, они называют себя ночные волки, но на самом деле это просто банда дрессированных бобиков, дрессированных и стоящих на службе государства. Им скажут, они возьмут православные хоругви, им скажут, они возьмут баннеры «Единая Россия» и так далее. Это что-то вроде такого моторизованного отделения этих организаций, там типа «Наша», «Молодая гвардия» и так далее. Но если с «Нашими» и «Молодой гвардией» там все понятно, это просто оболваненная какими-то этими якименками туповатая молодежь, то есть и туповатая, и оболваненная вдобавок, то и с ними все ясно, и за них даже не обидно. Но ничего, прочухаются, может поймут, что были неправы в свое время. За байкеров мне немного обидно, потому что я, в принципе, человек того же разлива, я тоже люблю рок-н-ролл, у меня до сих пор где-то висят парочка черных курточек, и имеются кожаные джинсы. И когда я просто вижу, что вот это вот славное братство превращается в государственных луёв, а иначе не скажешь, я просто вижу в этом абсолютное фальшак и лицемерие. Да, так лаконично, конечно, приложили и байкеров.